Четыре ленинск-кузнечанки записались на прием к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Павлу Федяеву. Обращение с личными вопросами к властям довольно часто помогает решить проблемы и наладить работу по взаимодействию с органами самоуправления. Каждый вопрос решается в индивидуальном порядке. Первой к депутату обратилась Полина Ивановна Шемилова. Переселение из аварийного дома по переулку Головина женщина ждет с 2014 года. По плану региональной программы жители дома будут расселены. Полина Ивановна до конца этого года будет переселена из аварийного дома. По информации администрации города, всего в программу включено 220 аварийных домов, из которых 24 дома уже снесены. По этапу 2020 года будет переселено 236 семей из 34 домов. Обязательно на контроль возьмем, чтобы там не было никаких задержек. Кои-корицы будем консультировать с администрацией города, будем на связи по этому вопросу. Надеюсь, что все получится. Вопрос просит решить и Оксана Яркова. А где вам нужно, Оксана Яркова? В общем, мой муж является ветераном боевых действий. С 2005 года он стоит на очереди на получение жилья. И вот мне хотелось бы узнать, какие у нас перспективы. И в этом случае вопрос решился в пользу заявительницы. По информации начальника отдела по учету распределения, приватизации и обмену жилья Ольги Гуровой, строительство дома для расселения начнется в этом году. Заселение запланировано на 2022 год. И Оксана с семьей уже могут начать подготовку к новоселью. К ответам недовольное время посмотрим. К концу 2001-2002 нам уже объявят номер нашей квартиры. Постоянно опаздывают на работу учебу жители совхоза «Комсомолец» и, в частности, Нина Лапшина. Виной тому автобус, который часто ломается. Проблему депутат Государственной Думы обсудил с начальником Ленинс-Кузнецкой автоколонны. Мы проанализировали ситуацию. В общем, там автобус малой вместимости, ПАЗ. Мы пока получаем большие автобусы. Поэтому мы сделаем замену. Мы сделаем замену. То есть большой автобус поставим на другой маршрут. А с того маршрута заберем практически новый автобус марки ПАЗ. То есть ему всего год. И поставим на этот девятый маршрут. То есть вопрос закроем. Анна Садреева ждет тепла на улице, так как в ее квартире температура плюс 20 поднимается только в этот период. Межпанельные швы требуют ремонта. Директор УЕС ЖКУ пояснила. Ремонт швов будет произведен, когда температура на улице не будет опускаться ниже плюс 10 градусов. Это обязательное условие для данного вида работ. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.